Миллионы долларов, распасованные пачками, обнаружили сотрудники КНБ в элитном гостевом доме своего бывшего шефа Карима Масимова. Денег было настолько много, что изъятая наличность едва вместилась в семь чемоданов. Детали громкого дела под грифом «совершенно секретно» сегодня неожиданно раскрыли в Комитете национальной безопасности. Правда, касаются они не госизмены и захвата власти, а банальной коррупции. Зарина Хмеджанова изучила новые подробности. Прошло чуть больше двух месяцев с момента, как экс-глава КНБ Карим Масимов, а также пара его замов оказались под следствием. И только сегодня стали известны лишь некоторые итоги, как выражаются в Комитете национальной безопасности расследования. Но и этих не самых впечатляющих эпизодов достаточно, чтобы понять масштаб коррупции. Элитный гостевой дом столицы Масимов получил от бизнесмена еще в бытность премьер-министром. Его оценили в 2,5 миллиарда тенге. В этом небольшом дворце – холл с колоннами, бассейн, спортзал и даже барная стойка с шестами. Здесь же в нескольких сейфах хранились 17 миллионов 200 тысяч долларов. Помимо чемоданов с деньгами, сотрудники спецслужбы изъяли слитки золота, антикварные вещи и совсем новые, еще даже не распакованные часы. Правда, одинаковые три штуки. Видимо, Карим Кожимканович не планировал носить столь скромные по меркам нашей элиты аксессуары. Каждые стоят в районе 5 миллионов тенге. И это еще не все. В частности, ведется расследование по факту получения Масимову в должности председателя КНБ взятки в сумме 2 миллионов долларов США от представителей иностранного государства по одному из закрытых контрактов. Обеспечено возвращение данных средств из Гонконга в Национальный банк Казахстана. Сотрудники КНБ также конфисковали 11 дорогих автомобилей бизнес-класса, в их числе Мерседес и Тесла и даже Мини Купер. Все машины принадлежали Кариму Масимову. Бывший председатель комитета национальной безопасности владел и всевозможной недвижимостью в стране. На нее тоже наложен арест. Это две квартиры в столице, две квартиры и особняк в Алматы. Гектар земли на берегу озера в Щучинско-Боровской курортной зоне. Проверили и тех, кто входил в ближайшее окружение Масимова. У них изъяли и арестовали свыше 5 миллионов долларов. В КМБ сейчас продолжают розыск и работают над возвратом в Казахстан еще больших сумм, незаконно вывезенных Масимовым из страны.